Молоко за вредность не метафора, а закон. В России выдача молока сотрудникам вредных производств зафиксирована в статье 222 Трудового кодекса. Все дело в том, что молочный белок казеин. Нейтрализует токсины в организме, связывает и выводит их. Академик Павлов называл молоко идеальной пищей, придуманной природой. Но почему сегодня одно молоко киснет через пару дней, а другое не испортится и через полгода? Откуда берется пенка и почему молоко белое? Давайте разберемся. Не удивляемся. Че, Пушок, молока захотел? Пойдем. По паспорту корова красная, степная, а среди своих – кормилица, потому что эта буренка кормит семью из пяти человек. В день дает около 20 литров молока. Когда купила я ее, только один киллион у нее было. Ну, конечно, с ней пришлось немного помучиться, потому что она была приучена доильному аппарату, пришлось перейти на руки. Первую корову Ольга Федоровна завела в 90-х. Не от хорошей жизни. Дети были совсем крохами, зарплату задерживали, магазины пустовали. Своё хозяйство позволило забыть о продовольственном дефиците. Домочадцев начали баловать кофе со сливками, творогом, блинчиками со сметаной, на которые, кстати, потом прибегали и соседские ребятишки. Самая главная корова, потому что она всех обеспечивает. И людей, и на продажу, и поросят, и котов. Куры получают творожок. Первым делом молоко процеживают. Хотите парного молока? Давайте, несите кружку. Полную кружку выпьешь? Нет. Нет, давай, для пробы столько. Да пей. Пей. Ну, это надо привыкнуть, конечно. Кто-то любит холодное молоко, кто-то любит кислое молоко. Обычный вкус. Обычный вкус, но не магазинное. Ну, да. Ну, молочко. Оно жирнее. Жирнее, конечно. Ну, допустим, в сезон, обычно считается хорошим сезоном, это, ну, конец лета, осень, когда травы много, когда корнеплоды есть. Третья часть от баночки – сливки. А вот в крестьянско-фермерском хозяйстве напротив уверяют, что их молоко жирнее зимой. Эти коровки – ранние пташки. Подъем в семь. Завтрак. Сегодня, как, впрочем, завтра и послезавтра, в меню измельченные стебли кукурузы, солома и законсервированная зеленая трава – силос. 550 фуражных коров. Корма мы заготавливаем сами. У нас в среднем по рациону корова съедает около 40 килограмм кормов. Зимой жирность молока выше. За счет того, что корма все-таки у нас консервированные и рацион стабильный идет, летом на зеленых кормах жир немного снижается. За счет того, что корма сочнее, больше содержит воды. Недобросовестные производители могут добавлять в молоко или сметану крахмал. Это делают, чтобы придать продукту необходимую густоту, когда надои падают и молоко производят из сухого аналога. Чтобы выявить продукт с крахмалом, добавьте в него немного капель йода. Натуральное молоко пожелтеет, а если его сгущали крахмалом – посинеет. Розовощокие дамы в косынках уже вооружились ведрами и приступают к дойке. Моют вымя. Исцеживают первые капли. Вручную. Это молоко выльют, и его не жалко. Дело в том, что после предыдущей дойки в каналах вымени остается немного молока. Оно застаивается, и в нем появляются вредные микробы. От первого прикосновения к вымени до установки доильного аппарата у доярки есть всего минута. Нурму установили еще в советские годы. За это время у коровы вырабатывается гормон окситоцин. И кровь активнее приливает к вымени. Корова охотнее доится. Если сотрудница замешкается, буренке будет больно, она начнет легаться. Молоко летучей мыши считается одним из самых полезных для человека. И самым дорогим. Стоимость одного литра достигает 20 тысяч долларов. А чтобы его получить, нужно подоить 4 тысячи мышей. На коровьей ферме в день получают около 7 тонн молока. Его фильтруют, охлаждают и собирают в танки-накопители. За ним приедет машина и отвезет белое цельное и полезное на завод. Приемка молока начинается с его анализа. Сотрудники в белых одеждах проверяют белые реки на плотность, содержание жира и белка, выявляют наличие бактерий. А еще делают экспресс-тест на наличие антибиотиков. Этими препаратами лечат скот на ферме. Молоко заболевших коров должны сливать, ведь в него может попасть лекарство. Все хозяйства, которые с нами работают, они четко знают, что мы определяем в каждой секции наличие антибиотиков. Поэтому они запаслись такими же тестами, как у нас есть, и поэтому они заранее определяют. Медики предупреждают, что употребление молока с антибиотиками может спровоцировать у человека проблемы с кишечником, дисбактериоз или аллергию. Но боятся, что организм привыкнет к лекарствам и перестанет на них реагировать, преувеличение. Положите в молоко ложку сметаны и оставьте этот коктейль на 3-4 часа. Если смесь скисла, перед вами натуральный продукт. Мое скисло. Если нет, в молоке могут быть антибиотики. Правда, такая проверка не покажет, какой именно препарат добавили и в какой дозировке. Это скорее повод задуматься о качестве купленного молока. И отнести его в лабораторию Роспотребнадзора, где проверят все показатели, включая кислотность. На заводе тем временем тоже закончили проверку сырья. Молоко соответствует ГОСТу, стандарту. По трубам молоко перекачивают в накопитель, а потом очищают его от механических примесей и вредных микроорганизмов. Молоко раскручивают и под действием центробежной силы тяжелые фракции оказываются у края барабана и отправляются на выброс. Очищенное отправляют дальше, в дезодоратор, где из сырья откачивают молекулы воздуха, чтобы остался только запах молока без посторонних ароматов. А теперь на термообработку. Когда вы кипятите молоко дома, оно нагревается примерно до 100 градусов. При такой температуре погибают вредные для человека микроорганизмы. Одновременно с этим, отмечают технологи, разрушается и часть витаминов, а полезные микроэлементы оседают на стенках кастрюли в виде налета. Цвет молока дает казеин, его молекулы белого цвета. А еще этот белок сворачивается при кипячении, и на поверхности молока появляется пенка. Для многих это страшное воспоминание из детства. Детский сад, манка, пенка. А в 19 веке эту белую субстанцию употребляли в качестве лакомства. Крепостной Захар Кузьмич приготовил для графа Гурьева, министра финансов России, диковинное блюдо. Пирог из манной каши, фруктов и орехов, переложенный слоями запеченной молочной пенки. Графу так понравился десерт, что он сделал крепостного главным поваром на своем дворе. На заводе молоко подвергают ультрапастеризации. Всего за 3-4 секунды нагревают до 140 градусов и быстро охлаждают до 20. При такой температуре удается сохранить витамины и полезные микроэлементы и обезопасить молоко от патогенной микрофлоры. Весь состав молока сохранен. Молоко сохраняет все полезные свойства для организма. Ничего не теряется. Разливают продукт в стерильных условиях. Почти как в операционной. Упаковка обеззаражена и герметично запаяна. Ее откроют только в специальной стерильной камере, куда попадает очищенное молоко. Разлив длится считанной секунды. Рослив очень быстрый. И, в общем-то, это одно из гарантий хранения молока в такие длительные сроки. Полгода, если точнее. Появление ультрапастеризованного молока позволило жителям северных районов, наконец, отказаться от сухого аналога. Напиток не портится без холодильника из-за отсутствия микроорганизмов в пачке. В ультрапастеризованном молоке бактерий нет и киснуть нечему. А значит и холодильник не нужен. Но стоит нарушить герметичную упаковку, внутрь попадут микробы. Поэтому открытую пачку нужно хранить в холодильнике. А если молоко прокисло, не спешите его выливать. Разве только в ванну. Косметологи одобрят, поскольку в подкисшем продукте увеличивается содержание молочной кислоты. Это вещество удаляет отмерзшие клетки кожи и улучшает ее состояние. Такой вот кисломолочный пилинг. Не секрет, что молочная кислота вырабатывается в нашем организме самостоятельно, во время физических нагрузок. Привычно считать, что это она виновница боли в мышцах на следующий день после тренировки. А болят мышцы из-за микротравм, полученных при пиковых нагрузках. В местах разрыва волокна воспаляются. Идите в баню, разгоните кровь, и организм быстрее восстановится. Но молоко на ночь успокаивает. Редактор субтитров А.Семкин